Судья Верховного суда США Кларенс Томас был госпитализирован в больнице в Вашингтоне в пятницу с симптомами гриппа. У него была диагностированная инфекция, сообщил Верховный суд в воскресенье 20 марта. 73-летнего Томаса лечили внутривенными антибиотиками, его симптомы уменьшились. Он ожидал выписки из мемориальной больницы Сиблия через два дня, говорится в заявлении суда. Верховный суд, заседание которого назначено на понедельник, 21 марта заявил, что Томас будет участвовать в рассмотрении и обсуждении дел через краткие отчеты, стенограммы и аудиозапись устных выступлений. Ранее в этом году представитель суда заявил, что все девять судей были полностью вакцинированы и получили бустерные дозы. Консерватор и один из двух темнокожих мужчин, работавших в Верховном суде Томас, является старейшим из нынешних судей. Он был назначен президентом Джорджем Бушем-старшим в 1991 году, чтобы заполнить вакансию в Верховном суде, образовавшейся в результате ухода на пенсию либерального судьи Тергуда Маршалла, первого темнокожего судьи в суде. Отдельно в понедельник начнутся слушания по делу федерального апелляционного судьи Китанджи Браун-Джексон, кандидата Джо Байдена, которая, возможно, станет первой чернокожей женщиной, работающей в Верховном суде.